Работа как призвание в работах апостола Павла является хорошим началом для того, чтобы понять, что все, что в жизни мы делаем, является цельным. Апостол Павел не разделял работу светской или работу христианской, потому что он же, хотя жил в греческом мире, он понимал, что все, что мы делаем, это для Бога и от Бога. Поэтому, когда он развивает концепцию работы как призвание, он понимает, что именно Бог призывает к любой деятельности. Независимо, или это деятельность в церкви, или это деятельность в обычном мире. Или я работаю плотником, сварщиком, дежурным, или же я проповедую за кафедрой. Поэтому, когда апостол Павел говорит, каждый поступай, как Бог его призвал, он подчеркивает, что именно когда я знаю, что работа как призвание, то это работа от Бога на любом месте. И это служение, именно служение как работа, или как работа, как служение. Поэтому, для апостола Павла не было разделения между работой и служением. Для него все было служение, потому что он четко подчеркивает, что все, что вы не делаете, делаете как для Господа. Во-вторых, когда я знаю, что работа как призвание, или когда апостол Павел подчеркивает, что работа как призвание, он направляет нас, что мы должны делать это от души. Если я работаю от 8 до 18 или до 17, и думаю, когда же закончится рабочий день, то тогда эти чувства, они подчеркивают, что для меня работа это как бремя, это как проклятие. Поэтому апостол Павел делает перезагрузку нашего мировоззрения, и подчеркивает, что именно работа от души, как для Господа, исходит из того, что я понимаю, что это богословие. Богословие труда, что работа как призвание. Поэтому практически во всех посланиях Павел подчеркивает то, что если я делаю это как для Господа, то это потому, что я понимаю, что это мое призвание. Поэтому, когда мы будем рассуждать на эту тему богословия апостола Павла в контексте призвания, призвания в работе, то очень важно увернуть, что призвание всегда на благо обществе. Поэтому здорово будет, когда мы будем изучать эту тему на круглом столе и еще глубже погружаться в те доктрины, которые апостол Павел освещает относительно призвания. Редактор субтитров А.Семкин